Пока папа чинил кран на кухне, мы с мамой успели 30 раз сходить нахуй. Урок труда в первом классе. Катенька ты кого лепишь? Я, ежика. Молочинка какая? Гоша, а у тебя кто будет? Бегемотик. Молодец, а у тебя, Вовочка, гусеница что ли? Нет, это ослик. Так ведь не похож на ослика. А я пока только ему хуй слепил. Где справедливость? Как проводку починить, вызови мастера, а как сексом заниматься, так он сам. А я может, тоже мастера хочу. Умирающий муж своей жене, дорогая, прежде чем умереть я должен кое в чем признаться. Нет, милый, ничего не говори, успокойся. Я должен покаяться. Тебе ни в чем не надо каяться. Спи. Нет, я должен умереть с чистой совестью. Я спал с твоей сестрой, твоей лучшей подругой, ее подругой и твоей матерью. Я знаю, любимый, поэтому я тебя и отравила. А меня Василий на рыбалку пригласил. Обязательно сделай красивую прическу и побрей ногу. Аи-и-и, а я, как дура червей накопала, коронавирус, распространяют женщины. Ни один мужик температурой 37,2 в магазин не попрется. Не разрешайте в магазине мерить температуру со лба. Это память стирают. Вот я за хлебом зашел, а вышел с водкой. Говорят, что, без вакцинации не будут пускать на вакцинацию. Психиатр спрашивает у пациентки, скажите, а нет ли в вашей семье случаев мании величия? Да. Есть иногда мой муж, заявляет, что он глава семьи. На телефонные звонки с просьбой, позвать кого-то из родителей, в их отсутствие. Мальчик, сын папы адвоката и мамы судмедэксперта, отвечал, их нет дома, а где они? Папа в тюрьме, а мама в морге. Как вы умудрились так избить депутата, сломать ему руки, ноги и челюсть, и засунуть ему в задний проход, пачку денег и после этого включить мигалку у него на голове? Пьяные были. Понимаете, я его спросил, когда они перестанут воровать, из казна и думать о народе. А он мне говорит, воровали и будем воровать, а ты, что мне сможешь сделать? Ну, я что смог, то и сделал. Сегодня утром мой сын мне сказал, что у него болит ухо. Я спросил, внутри или снаружи. Он вышел из дома и зашел обратно и говорит, и там, и там. Именно в такие моменты я задумываюсь, не слишком ли много денег я откладываю на его колледж.